Возвращаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Алену в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Алены поднимаясь в комнате диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. У нее на голове как будто портал открытый. Фиолетовый цвет давит на нее. Я не поняла вообще. Где вы сейчас? На комнате. Хорошо. Мы приездим Алену. Интересуемся, готов ли она к проверке, доверить нам свои биополе на период сеанса. Да, доверит. Ты этот цвет видишь? Да. Значит, три. Я даю команду. И этот цвет уходит в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Готово. От цвета выстраиваю портал к ответственному. Один, два, три. И притягиваю всех ответственных по цепочке, всех, кто связанных с этим цветом, притягиваются в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Ты знаешь, где не дракон, я понимаю, что это делает, но он как-то управляет этим светом. Он не в ней. Он так аккуратно через этот свет где-то вверху. Хорошо. Выстраиваю прямой канал к дракону. Один, два, три. На счет три притягиваю в клетку-тюрьму. Один, два, три. Он стоит в клетке-тюрьме. Сила моего намерения. Да, будет так, а так и есть. Он притянулся, агрессирует. И дракон, и достаю печать дракона, включая на полную мощность. Да, будет так, а так и есть. Пошел свет. Наношу ему силами его намерение. Мощнейший удар. Владаем удар лазером на чистоте дракона, чтобы он упал на пол. Да, будет так, а так и есть. Готово. Хорошо. Итак, паразит, я к тебе обращаюсь. Ты что, решил со мной поиграться? Для тебя закон... Скулит он. Считай цифры над головой дракона. Он защищается. Влад, сожги его защиту. Голограмму впереди выставляю. Отлично. Влад сжигает голограмму, выбивая его, открывая над его клеткой, поток любви абсолютно сжигая все голограммы. Пошел свет. Он изменился или нет? Это дракон или это что-то другое? Дракон, да. Ставим маячок зеленый-красный, если это дракон зеленый, если нет, красный. Какого цвета маячок? Зеленый. Хорошо, дракон. Считаем цифры над головой. 328. Слушай, проверим еще раз. У меня еще кто-то вылезет из него сейчас. Конечно, вылезет. Влад, просканируй. Если это голограмма, сожги ее. Лазером просканируй. И дай мощный удар тому, кто выйдет из нее. Выстраивай от этой голограммы канал к ответственным 1, 2, 3, если таковы и есть. Другие они притягиваются. В клетку тюрьмы и становятся рядом. 1, 2, 3. А они стоят в клетке. Это Греи. Греи. Они испытывают что-то новое. И Греи получают удары по 100 тысяч герц каждый. Пошли удары, пока не упадут. А смотри, рядом в клетке 2 Грея и один вылез из дракона. Поставим маячки зеленые. Красные над Греями. Зеленые органические. Красные. Неорганические. Которые вылез из дракона. Он красный. А эти два, у них пульт в руках. Отлично. И этот пульт перелетает в клетку к этому роботу. 1, 2, 3. Готово. Открывая портал в галактическое ядро под роботом. Вместе с этим управлением он уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Дракона тоже? Потому что это как... И голограмм. Голограмм уж. Она не то, что голограмм. Это как костюм такой большой, из которого он вышел. Ставим маячок. Зеленый-красный. Если это органическое. Зеленый. Если нет, красный. Если это сущность, пусть проявится. Красный. Улетает в галактическое ядро вслед за роботом. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. И насчет 3. Тарелка Греев уходит в соседнюю клетку. 1, 2, 3. Да, получилось, но они говорят друг с другом. Хорошо. Что, Греев, готовы уходить в ядро галактическое? А говорят они то, что эксперимент не удался. Мне все равно, что они говорят. Они испытывали это на нас. А на ком еще испытывали? Хорошо. А что мне с тобой делать? Ты что, надеешься безнаказанным уйти по этому или как? Провалилась твоя операция и теперь я имею над тобой власть. Они понимают это. Хорошо. Я сейчас прошу их, чтобы они связались со своим руководством и объяснили эту ситуацию. Я хочу понять, как мне действовать дальше с вами. Если вы никакой ценности для меня не представляете, то я просто вас отправлю на переработку. Они говорят, что мы просто винтики в прогрессе технологий. И что мне делать в этом случае? С такими винтиками, скажи мне. Подожди, они связались со своим начальством. Давай. Послушай. Хорошо, что я получу взамен на этот обмен. Вы дальше будете испытывать на мне свои присадки и свои разработки. Мы вроде с вами договорились. Мне не нравится, что вы на моих клиентах испытываете ваши разработки, чтобы проверить, как мы работаем. Я буду вас наказывать. Я просто предупреждаю и говорю прямо. Если я буду замечать факты агрессии таким планом, я буду воздействовать на вас. Нравится вам это или не нравится. Это понятно? Они будут решать это. Хорошо. Возвращаю тарелку Греем. Назад возвращается. Один, два, три. В их клетку. Хорошо, Грей, что вы установили в ее биополе? Они ничего не установили, потому и не притянулись. Они испытывают дистанционное управление. То есть потоком света они давят на нее и переполняет этот поток. Как получилась подключка? Как это стало возможным? Объясни мне. Что она сделала? Она закачивалась энергией. Что ей следует сделать в следующий раз, чтобы избежать при закачке энергии такой подключки? Укажи на ошибки ее. Я это оценю. Нужно понимать, откуда идут потоки. Намерение должно быть. Чуть обоснуй. Не просто в пустоту должно быть сказано. Нужно представлять эти потоки. А что она сделала неправильно в этом конкретном случае? Какие она потоки представила себе, что притянула вас? И вы смогли войти? Объясни. Дело в осознанности. Мы не полезем ко всем. Она старается, но она выполняет только техники. Ты имеешь в виду она? Нужно развиваться, чтобы уплотнять намерения. Понятно. Нужно развиваться, чтобы уплотнять намерения и параллельно использовать техники. Тогда это даст результат. Я правильно понимаю? Да. Хорошо, Грей, у меня больше к вам вопросов нет. Я тогда разрешаю вам уйти. Мы нашли компромисс с вами и с вашим руководством. И вы должны все-таки меня в какой-то мере понять. Потому что я работаю добросовестно. И мне не всегда приятно, когда кто-то приходит проверять мою работу. Если она плохо сделана, это одно дело. Но если я остановлюсь сам экспериментов, опытов, мне это не всегда приятно. Понимаете? Не киваю просто. Хорошо. Открываю наверху портал против часовой стрелки. И на частоте ГРЭФ 1, 2, 3 ГРЭФ уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. У нас свет остался там еще в клетке, да? Есть. Под ним открывается портал галактическая дро, он уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Комната чистая? Комната чистая, но мы ее еще не проверяли. Понятно. Мы приветствуем Алену. И через полчаса интересуемся, готова ли она к проверке. Доверить ли она нам в своей биополе. Наперед сеанс. Она говорит, что свет ушел, и мне стало легче, он меня придавливал. Алена, вы поняли причину, почему этот свет вошел в вас? Именно этот свет. Потому что вы не знали, что вы вообще визуализировали. Вы не представляли себе, что вы хотите увидеть, что вы хотите получить. Вы исполняете только техники, это, конечно, хорошо, но, как сказали Грей, вы не развиваетесь дальше. Я не знаю, вы должны сами понимать, что они сказали, потому что я не сомневаюсь, что они сказали правду. Потому что опасность для них была. Она говорит, что мне надо время. Я понимаю, хорошо, но вы поймите, что они не будут брать поправку на то, что вам нужно время. Мы живем в реальном времени, и вот это ситуация, когда вот как раз вот так случается, что сущности приходят нас проверять. Как и вас. Понимаете? Да, я поняла. Хорошо. Нужно становиться более осознанной. Абсолютно верно. Вы в правильном направлении действуете. Это залог того, что вы рано или поздно придете к цели, но только не останавливайтесь в своем развитии. Хорошо, поехали. И я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Аленой под ногами. 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. Чужеродные энергии и воздействия. От этого все выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьмы и ответственные за реподключки. Энергия притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все семь тонких тела Алены. Находит все. Она чистая и тела у нее тонкие в хорошем состоянии. Значит, сердечная чакра, вишутка и фиолетовое тело, они только пустоватые. Хорошо. Сделай, пожалуйста, считай, пожалуйста, информацию, сколько энергии, какая частая вибрация необходима Алене до полного восстановления и корректировки. 320 и 24. И 24. Хорошо. На счет 3 в макушку головы Алены начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320%. Каждый 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинает поступать. Мощность потока усиливается. И информация идет, вот когда фиолетовая энергия заходит, ей легко должно быть от нее, а не давит. Она не должна давить, как была вот эта энергия до этого. Хорошо. Ток приятный должен быть. Она понимает эту информацию? Она понимает. Хорошо. Поднимаем частоту вибрации до 24 Гц. Пошел подъем. Она не только понимает, она чувствует эту легкость. Ей приятно от этих энергий. Готово. Гармонизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Алена, как ваше самочувствие сейчас? Прекрасно себя чувствую. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Алены в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Да, готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!